И снова привет, вы на бойцовском канале в ударе. Перед началом просмотра, друзья, поддержите наш канал подпиской. Наша цель набрать 5000 подписчиков до конца этого месяца. Это совсем не сложно. К тому же я уверен, друзья, что у нас это получится. Оставляйте свои комментарии, как считаете именно вы, как же пройдет поединок Артур Бетербиев-Калум Смит. Пишите, что думаете. Ну а мы начинаем. Артур Бетербиев проведет защиту своих поясов в поединке против Калума Смита. Бой пройдет 13 января. Это 14 января по Москве. На арене Видеотрон-центр в Квебеке, Канада. Оформив очередной нокаут в бою против Энтони Ярда, Артур окончательно успокоил всех скептиков. И готов провести еще одну достойную защиту. Аналитики оценивают победу Артура с коэффициентом 1.28. Калум Смит тоже мог провести легендарную для себя защиту пояса суперчемпиона мира по версии WBA. Но, к сожалению, на его пути встал непоколебимый Сауль Альворес, забравший бой в одну калитку. Коэффициент на победу Смита 4.0. На стороне британца серьезные преимущества в размахе рук и росте. Однако Артур умеет сокращать дистанцию и довольно часто встречался с высокими оппонентами. Вот вам небольшая статистика. У Артура 19 боев и 19 побед, у Смита 30 боев и 29 побед. Рост Артура 182 см, рост Калума 191 см. Размах рук 185 у Артура против 198 см у Смита. Ну и напоследок Артуру 38 лет, Калуму Смиту 33 года. Артур провел свой крайний поединок с Энтони Ярдом. Британец был уверен, что еще вот-вот и он сможет шокировать всех. А вот только Артур всего за секунду перевернул несколько подобных выпадов. И благодаря своему феноменальному контрпрессингу заставил угол Ярда буквально просить судью остановить бой. Смит куда более точный и грамотный боксер, который наверняка не станет рисковать, падая в размены. Но и у Артура все еще есть несколько заготовок для такого противника. Вся работа Бетербиева будет строиться от постоянного прессинга в защитном блоке. Ему необходимо заставить Калума Смита чаще выбрасывать джебы, чтобы тем самым создать себе платформу для оверхэнда. Самая опасная и очень действенная серия от Артура Бетербиева – это двоечка джеб оверхэнд. Именно благодаря такой комбинации он способен затормозить атаку любого соперника. Сила удара – это главный аргумент в пользу Артура. Прямо сейчас он остается самым сильным панчером, самым жестким и акцентированным ударом в ростере. Для Калума Смита бой может стать повторением поединка против Канелла. Жесткий, точный, но терпеливый и чрезвычайно стойкий Артур Бетербиев будет постепенно сближаться и не даст Калуму Смиту проводить серии боковых ударов. Большинство атак британца останутся для Артура без особых последствий. Бетербиев тоже способен лишить Смита подвижности за счет своих апперкотов и боковых по корпусу. Торопиться Артуру точно некуда. Пожалуй, Смита можно смело назвать одним из технически развитых соперников. Но хватит ли у него сил выдержать 12-раундовый поединок? Бой с Канелла все еще остается самым значимым событием в карьере британца. Столкнувшись с невероятно выносливым и сильным панчером, он впервые сдался еще к середине отрезка, попросту не понимая, как же срубить противника или заработать хоть какие-то очки. Бокс диктует свои условия. Бой с Артуром Бетербиевым – самый важный экзамен, который может либо снова открыть перед британцем двери топ-боев, либо окончательно прописать его в карде середняков. Британец точно не повторит ошибку, которую часто допускал в бою с Канелла. Он не будет приглашать противника на ближнюю дистанцию. Напротив, Колумб начнет быстрее двигаться вокруг своей цели. Но никаких затяжных серий в первых раундах мы не увидим. Смит уже понял, что отправить Артура в нокаут у него не выйдет, так что необходимо провести яркое начало от защищаться 3-4 раунда. Скорее всего, лагерь Колумба-Смита работает именно над передвижениями и сохранением сил и выносливости. Шансов на победу у Смита практически нет. Для победы Смиту необходимо сделать настолько, на что он попросту не способен. Друзья, пишите ваше мнение в комментарии, как считаете именно вы? Как же закончится поединок между Артуром Бетербиевым и Колумбом-Смитом? Пишите, мне будет очень интересно прочитать. Ну а с вами, как всегда, был боксерский канал Вударе. Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте лайки.